Всем привет дорогие друзья, с вами First One, а это очередное видео посвященное игре Кризис ВКонтакте. Итак, друзья, у нас до конца ивента всего 18 часов осталось, так что надо действовать. Так, и начнем мы свои действия с того, что возьмем в баре хороших специалистов. Так, у нас есть ребята, которые увеличивают урон легкой пехоты на 15%, здоровье тяжелой пехоты на 15%, потом, я думаю, не лишне увеличить урон активных умений тяжелой пехоты, там ребята неплохо заряжают по области. Ну и что еще? Эффект аптечек, аптечки у меня слабые, так что это не вариант, можно прокачать урон всей пехоты, радиус действия активных умений пехоты. Я думаю, ну максимально в этот раз вкинемся на урон, пускай наша пехота пробивает, тем более, что начнем мы, наверное, проходить с миссии «Солнечный удар». Здесь у нас будет много пехоты, правда, будет много и элитной пехоты. Ладно, приступаем к выполнению. Вообще, данных у нас более чем достаточно, все, что нужно, мы собрали, поэтому пойдем при полной поддержке, продолжаем. Берем наших ребят, берем еще ребят, танки, скат, да, пожалуй, что скат. Ну и что еще? Из элиты. Вообще, можно было бы, наверное, взять двух гренадеров, и это бы, наверное, ну просто было бы решением проблемы прохождения всей миссии. Но мы возьмем пиротехников, возьмем одного медика и возьмем... Так, а, вы тяжелые, да, ребята? Я думал, что вы легкие. Тогда я даже не знаю. Возьмем одного медика и, может быть, одного снайпера, может, пару медиков. Так много пехоты подбирается. Я даже не знаю. От медиков... Вообще, у них есть, да, урон небольшой. 160. Немного они бьют. По танкам 800. Ну, 40% здоровья, пехоте вокруг себя. Вообще, а давайте вот два медика. Вот попробуем так, не знаю, посмотрим, что из этого выйдет. В общем, отправляемся. Так, отлично, друзья, мы загрузились. Три, две, одна. Солнечные панели повсюду. У нас на старте одна пехота. Так, у врага тут. Так, ну, я не знаю. Может, начать с пиротехников и сразу за ними отправить медика и, там, я не знаю, и вот таким медицинским составом пойти. Сейчас подумаем. Можно вообще, наверное, попробовать там оккупировать нижний угол. Ну, как вариант. И там уже с полной поддержкой медиков справляться. Давайте попробуем. Пошли, ребята. Пошел гренадер. Пошли медики. Медики сейчас полечат. Ребята, только не умирайте. Медики сейчас дойдут и всех полечат. Пошел танк. Посмотрим, что из этого из всего выйдет. Пошла пехота. Блин, наши А. Ребята, токсичные слишком далеко убежали от медиков. Медики, давайте, нагоняйте их и лечите. Блин, ну вот здесь у нас все-таки большая ошибка, да, друзья? Наши огнеметчики уже погибли, а медики еще даже не дошли до них. Их надо было бы выпускать позже. Ну, если будем пробовать еще, то исправим эту ошибку, конечно же. Ну, вообще, в целом, мне нравится, как действуют медики. Они действительно неплохо помогают. Я вот раньше думал, что такси, ребята, а ребята-то еще те. Так, скат, я пока не знаю даже, куда бить. А, вот, смотрите, у нас сразу два танка. Ну, точнее, танк и джип рядом. Вот, неплохо. И даже на второй джип отскочила от нашей молнии. Замечательный вышел удар. Жаль, только что не добили вражеский танк. Но я вот не знаю, у нас сверху прессуют. И даже непонятно, какие войска высылать. Попробуем отправить пехотинцев на танк, но нам мешает вражеская пехота. Так, ну, смотрите, это моя первая попытка, но в целом пока что неплохо получается. Единственное, что нам вот сейчас эти танки все тут портят. Так, одного танка не стало. Вот этот, ребята, танк сможете закидать? Или он сейчас вас своими молниями забьет? Так, отлично, есть. Есть неплохой удар. Так, это последний враг. Ну что ж, добьем спокойно. У нас тут еще гренадер есть. Это, ребята, первая попытка. То есть, может быть, если бы у меня не получалось, я бы выработал какую-то более адекватную стратегию, тактику. Но и эта тактика дала результаты. Мы прошли и остается только добраться до флага. Собственно говоря, ну, я доволен. Так, ну и сейчас нам останется еще одна трешка. Забираем нашу награду. Так, что касается нашей следующей трешки. Ну, вы сами видели, я ее в прошлом видео показывал, как я ее проходил на чужом аккаунте. На своем я, наверное, выберу другую модель поведения. Мы попробуем играть от защиты, используя нашу артиллерию. Да, причем, ну, раз уж, наверное, стоит показать, что из себя представляют вообще мои войска и артиллерия, в том числе артиллерия у меня слабая. Ну, очень хотелось, но как бы неуспеваемая. Я в последнее время тоже ленюсь, не так часто участвую в битве за алмазы. В общем, надо 2600 очков рейтинга у меня, чтобы прокачать четвертую полосу. Поэтому пока что она у меня слабенькая, трехполосная. Но, благо, у меня и не самая, да, тяжелая лига, не самые тяжелые враги. Если также говорить о других войсках, то тут без изменений. Пока что пехотинцы. Вот они наши. Пехотинцы, по-моему, полностью, да, абсолютно полностью прокачаны. Все комплекты имеются. На пулеметчика комплекты тоже имеются все. Но вот что касается прокачки, она тут не совсем полная, хотя и близка. Ну, и танки, конечно же, самое слабое мое звено. Ну, и, ну, такие параметры, как там аптечки и панцири, они тоже, ну, пока что не до конца прокачаны у наших войск. Так, ну ладно, давайте. Теперь мы готовы отправиться. Приступаем. Я думаю, ну, я надеюсь, хотя я и видел, да, сложная миссия, но мы сейчас попробуем. У меня все-таки лига попроще и, ну, я надеюсь, что мне будет не сильно тяжело. Так, здесь мы используем один танк. Вообще, знаете, что можно было бы взять? Так, давайте сделаем такой ход. Вот, где у нас? Вот они, зыбучие пески. Можно в местном магазине прикупить, ну, допустим, орбитальные удары. За 6 жетонов 15 штук. 15 штук это неплохо. Если мы сейчас выполним еще одну миссию, то у нас будет... Сколько у нас будет? У нас будет 8, 9, 10, 11... 11... А, 8, 9, 10, да, 11 жетонов. Ну, на 2 покупки не хватит. Разве что, погодите, может быть, нам дадут награду, да, за прохождение ивента. Что у нас здесь? Здесь у нас ничего. А здесь? А, здесь нам просто дадут орбитальные удары, танки и группу Цикута. Жетонов не дадут. Ну, ладно. Я думаю, возьму. Мне нравятся эти орбитальные удары, 50 тысяч урона. Тем более, у меня нету какого-то крутого орбитального удара. Техника есть, войска есть, а вот... А вот орбиталок нету. Механики тоже есть. Так что возьму орбитальные удары и отправимся на выполнение миссии. Вот, ими и воспользуемся. Может, они нас как-то спасут. Может быть, не два взять, может, только один. Даже не знаю. Ну, давайте парочку и потратим. Что уж там мелочиться, чтобы потом выяснилось, что мы никак не можем. А вот на технике попробуем сэкономить, попробуем справиться только с помощью нашей... Одну самоходную гаубицу возьмем и одну гаубицу Т-97. У нее неплохой урон. Что касается пехоты... Ну, вообще, можно было бы два гренадера. Вот это было бы шикарно. Это мощные ребята. Мы возьмем один отряд гренадеров и один отряд пиротехников. Пиротехники в целом неплохо танкуют пехоту. Долго могут ее сдерживать. Ну, вот так и возьмем. Опять же, сэкономим гренадера. Мне они очень нравятся. И мне не хотелось бы их сильно терять. В общем, можно было бы еще вот этих ребят взять, да? 1200. Ну, они не такие, конечно, мощные. Умеют самолечиться. Ладно, вот с этим составом и пойдем. И будем надеяться, что от защиты у нас получится сыграть. В целом, вот вы видели, я думаю, что у меня сейчас имеется 4000 с лишним золотых на счету. Но вот если бы я их потратил на войска, да, допустим, до ивента, то мне, наверное, было бы тяжко. А так мне довольно просто, потому что я в не самой сильной лиге. При этом у меня там, ну, считается, наверное, нормальной прокачка войск для моей лиги. И поэтому все дается более-менее легко. И, может быть, следовало бы пока что продолжать в том же духе, да? А вот уже когда накопится золотых, чтобы полностью прокачать сразу одним разом и танк до максималки, и пулеметчиков до максималки. Ну, или, может быть, где-то мне просто надоест, и тогда я солью все золото. Не знаю пока что, как я буду поступать с золотыми. Так, ладно, начинается у нас миссия. Будем работать от обороны. Поэтому... Поэтому техника выходит на позиции. Еще техника. Так, наш гренадер. Его бы хорошо тоже тут запереть, чтобы он охранял нашу технику от приближающихся войск. Это парень, ну, я не знаю, шикарный. Я обожаю гренадера. Мне кажется, это лучший юнит в игре. Так, вы, ребята, встретите этих парней из-за угла, когда они подойдут поближе. А может, они и не подойдут поближе. По ним так хорошо заряжает артиллерия. Так, и что, вот они сейчас пойдут, да, и на танки напорятся. Они сейчас встретятся с вражеским цикутом. Может быть, зря я их с так рано отправил на поле боя. Вот они все и полегли. Да, если у нас сейчас не удастся с первого раза пройти, то я, наверное, по-другому поступлю. Я сначала буду выводить все-таки пулеметчиков, простых пехотинцев, а уже потом более сильные отряды оставлю на конец, когда будет максимальное скопление врагов. Ну, а пока что просто отправляем так отряды, где нападают, где приближается враг, по чуть-чуть отправляем отряды на помощь, на поддержку. Можно один раз бомбануть куда-нибудь. Хотя в целом. Ну, давайте сейчас накроем их, посмотрим, как орбитальный сделает свое дело. Так, ох-то, у нас танк поехал. Этого мы от танка не ожидали. Мы же его вроде должны были запереть, обнашивая. Обнашивая артиллерию. Так, артиллерия бьет. Войск много, они тут большими кучами стоят. Ну, давай, артиллерия, накрывайся. Мы можем сейчас, конечно, с орбитального очень сильно тут ударить, жарить. Давайте. Смотрите, какие живчики, прям ничего их не берет. Ну, главное, что мы тут еще гренадера заперли, да, со всеми нашими войсками. И он неплохо отбивается. Так, что, все. Сейчас у нас артиллерия поедет вперед, а у нас еще два вражеских танка. Я даже не знаю, насколько мы с ними справимся, но у нас тут есть... Есть один вот огнеметчик, есть пехота. Ну и парочка гаубиц. Так что, наверное, справимся, я почему-то думаю. А, этот танк, он, похоже, стационарный. Он никуда не едет или едет. Сейчас посмотрим. Вот второй у нас, да, они все катаются. Не, да, друзья, это, конечно же, победа. Отлично, друзья. Вот и все. Все, забираем флаг. Три жетона у нас в копилке. Забираем нашу награду. Забираем также дополнительную награду. Два отряда Цикута, танк Ампер и два орбитальных удара. Отлично, друзья. Я доволен. Так, что касается наших наемников в специальном управлении. У нас есть еще шесть механиков. И, ну, вот за этот ивент мы ни одного механика не потратили. Ну, и в целом, механиков, ну, обычно тратить как бы на трешки сподручно. Так что, думаю, мне механики сейчас, ну, не особо-то нужны. Можно взять группу Цикута. Я даже не знаю, сильно она отличается от наших огнеметчиков. 2350 хп, 6150 по танкам. Ну, мне кажется, примерно похоже. 630 против пехоты, да, если брать в расчет наши войска. Так, где тут наша армия, наша элита, наши огнеметчики, которых у нас еще шесть штук. 6000 по технике, 600 по пехоте, 2,5 жизни. Так, ну. Отчего у них защита? У них, наверное, одна, да? Поглощать 50% от огня и стрелкового оружия. Эти, ребята, 50% от взрывов, яда и электричества. От стрелкового оружия, мне кажется, лучше. Ну, эти как бы больше против танков, что ли, раз они от взрывов защищены. А те лучше против пехоты, мне кажется. Ну, они чуть-чуть посильнее. Но, в целом, очень похожи на наших огнеметчиков. Я думаю, ничего брать не буду. Оставлю эти 5 жетонов до следующего ивента. Тем более, что... Хотя можно взять контракт, да? Ну, контракт, допустим, на производство. Вот, возьму контракт. Танки. Хотя, мне не особо... Не показались эти танки какими-то особо сильными. Они хорошо уничтожают большие толпы войск, но для этого их должен кто-то прикрывать. А так они довольно быстро рассыпаются без поддержки. Эй, ладно. Я думаю, мы ничего не теряем. Возьму контракт. Если пригодится, мы всегда вот сможем создать технику. 15 штук. Давайте как раз вернемся на базу и посмотрим, что для этого нужно. Для этого нужен 1 танк, 30 алмазов, ну и система наведения. Что ж, если понадобится, то всегда будем знать, что мы можем эти танки произвести. А я на этом, пожалуй, закончу наш сегодняшний выпуск. Друзья, с вами был 1СТ1. Если вам понравилось, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем спасибо. Всем пока. Спасибо.